Всем привет! Как правило, самые уникальные и необычные кадры удается снять совершенно случайно. К счастью, сегодня практически каждый носит при себе камеру в своем смартфоне. Сегодня я покажу вам самые удивительные видео, которые удалось снять случайным прохожим. Но сперва не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Наблюдать за сносом зданий или других конструкций всегда очень интересно. Разрушения выглядят впечатляюще, но порой дома разрушаются уж слишком необычно. Например, посмотрите, как в Китае небоскреб разломился пополам. Такое можно увидеть крайне редко. А теперь предлагаю посмотреть, как падают огромные дымовые трубы. Обычно взглянуть, как это происходит, собирается целая толпа зевак. Но это небезопасно, вдруг что-то пойдет не так. Однажды, к примеру, труба во время падения зацепила линии электропередач. Человек, который находится на катере или моторной лодке, может даже не знать, что акула находится слишком близко. На этот раз хищницу удалось заприметить, а благодаря съемке сверху еще и хорошенько разглядеть. Все любят воздушные шарики, но оказывается, они и вовсе не так безопасны, как кажется на первый взгляд. В 1986 году праздник в Кливленде обернулся настоящей катастрофой. Во время мероприятия планировалось поставить новый рекорд Гиннеса. Запустить в небо полтора миллиона гелиевых шаров. Но холодный воздух прижал шары к земле обратно. В результате были парализованы транспортные магистрали. Остановил работу местный аэропорт. Река и озеро рядом с городом покрылись разноцветным мусором. Все мы представляем, как страшно находиться в открытом море во время шторма. Но увидеть все это своими глазами – это совсем другое дело. Смотрите, как огромная волна играет с этим судном, словно это бумажный кораблик. Когда вода выходит из берегов, она уносит все на своем пути. Вы только взгляните на эту гигантскую 12-метровую волну. Лучше видеть эти кадры на экране, чем оказаться на борту судна во время шторма. Согласитесь, что когда город окутывает туман, становится как-то не по себе. А представьте, что этот туман еще и красного цвета. Начинает казаться, что скоро наступит апокалипсис, но на самом деле ничего страшного не произошло. Хоть объяснить это загадочное явление пока не удалось. Во время наводнения в целях собственной безопасности лучше находиться подальше от всех конструкций, которые могут быть разрушены стихией. В 2016 году в результате наводнения рухнул мост через реку Сан-Антонио. Машины оказались в воде, но, к счастью, обошлось без жертв. Людей удалось спасти. Во время стихийных бедствий мосты разрушаются чаще, чем другие конструкции. Поэтому, если вы видите, что надвигается буря, лучше поспешить покинуть мост. В 2012 году в Луизиане воронка поглотила высокие кипарисы. На месте инцидента находятся соляные месторождения. Возможно, изменение их структуры и могло привести к образованию полости под корневой системой деревьев. К счастью, всех людей, живущих поблизости, успели эвакуировать. Странные воронки появляются по всему земному шару. Они отличаются друг от друга формой и размером. Одни из них более опасны, другие менее. Но все они доставляют много хлопот местным властям. Если бы я увидел нечто подобное без предупреждения, то испугался бы не на шутку. Возможно, я бы решил, что это какой-то ужасный монстр движется под землей. Но на самом деле так расчищают землю под трубопровод. Ученые пристально наблюдают за самым опасным вулканом в мире, который находится в Йеллоустоуне. В прошлом году его снова начало трясти, и теперь никто не может предугадать, когда же случится новое извержение. В мае прошлого года вулкан издал 90 сильных толчков, чем напугал не только жителей окрестностей, но и ученых. Считается, что если Йеллоустоун взорвется, то это приведет к глобальному катаклизму. Вулкан убьет все живое в радиусе сотен километров. Торнадо пугает людей и доставляет много проблем. Но выглядит это природное явление просто фантастически. Одному пользователю сети удалось заснять огромный прорыв дамбы. Это действительно выглядит впечатляюще. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения вы видите, как конструкция плотины не выдержала напора воды и рухнула вниз. Вот такие вот густые клубы дыма поднимаются в небо после извержения вулкана. Иногда они приобретают розоватый оттенок, а порой даже становятся ярко-алыми. Уверен, что каждый из вас в жизни хоть раз попадал под град. Если же вы только наблюдали за тем, как падают ледяные горошины из окна, то вы настоящий счастливчик. Но иногда град бывает очень опасным. Если льдины слишком большие, они могут причинить серьезную травму. Дома называют недвижимостью. Но сегодня это уже совсем некорректно. Ведь дом вполне можно сдвинуть с места и перевезти куда нужно. Смотрите сами, если не верите. В Краснодаре полицейские помогли утиному семейству перейти дорогу. Вот так и должны поступать настоящие стражи порядка. Оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, независимо от национальности, политических убеждений и даже принадлежности к определенному виду живых существ. А вы купаетесь в проруби на крещении. Эта традиция поможет вам не только укрепить здоровье, но и познакомиться с очаровательными девушками. Красотка в красном купальнике так старалась сделать удачные кадры, но мужчина на заднем фоне забрал все внимание на себе. Говорят, ломать не строить. Но хоть взорвать здание можно действительно гораздо быстрее, чем его построить, все равно эта задача не из простых. Взорвать дом так, чтобы он аккуратно сложился, не задев ничего поблизости. Это целая наука. В разных странах дома взрывают по-своему. Например, в Китае применяют метод направленного взрыва. В специально отведенных местах здания закладывают заряды и взрывают. Всего за пару секунд дом складывается как книжка. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!